Никто не сделал для сближения польского и украинского народа столько, сколько сделал Владимир Путин. В первые недели более двух миллионов человек приехало в Польшу. Общий нарратив польский, общественный, он, конечно, такой, что помогать нужно. Война должна быть закончена и Украина должна победить. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Марейко и канал Гиперболей. Продолжаем интервью с польским журналистом, в прошлом казахстанским, Игорем Винявским. Сегодня поговорим о том, как российская агрессия в Украине сказывается на мирной Польше, соседней с Украиной, весь этот год. Сейчас начнем, а пока подпишитесь на канал Гиперболей и телеграм-канал Винявский. На экране вы видите титр, ссылку я оставлю в описании к этому ролику. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда благодарю вас за донаты, которые вы присылаете. Копкоп Рахмет. Огромное всем спасибо! Вы с Бергемез, мы делаем гиперболей вместе. Начинаем! Игорь, скоро годовщина российского вторжения в Украину. Польша в числе первых откликнулась на беду соседей, я имею ввиду украинцев. Как прошел весь этот год? Что поменялось? Очень многое поменялось. Наверное, действительно, даже, по-моему, президент Андрей Будда сказал, хотя я не уверен, что это говорил президент, уже знаете, сколько все было сказано, но кто-то сказал, что никто не сделал для сближения польского и украинского народа столько, сколько сделал Владимир Путин. Это действительно так, потому что абсолютно забыли сейчас на высших уровнях о каких-то, знаете, исторических претензиях, а, в принципе, у Польши и Украины тоже были нелегкие времена. Я напомню просто такие факты, как Волынская резня. Да, Волынская резня это до сих пор одна из главных претензий поляков к украинцам. И, в принципе, до сих пор отношение к Бандере не изменилось. То есть Бандера в Польше по-прежнему считается преступником. И вот это вот на, знаете, на бытовом уровне, наверное, некоторых поляков до сих пор остается претензией к украинцам. И, ну, есть люди везде, которые все обобщают. И есть люди, которые до сих пор там поляки, которые видят в каждом украинце. Если не бандеровца, то человека, которому Бандера там импонирует, симпатизирующий Бандере и так далее. Хотя, конечно, ну, нельзя сказать, что это так. Если говорим все-таки о общей картине. Ну, вы знаете, может быть, начну просто с того, как это все началось у нас здесь. Когда побежали первые беженцы, я считаю, что абсолютно правильное, своевременное, героическое даже решение было властей польских открыть границы. Потому что мы помним, что ведь это еще по следам ковидной эпидемии было. То есть очень сложно было въехать в страну Евросоюза. Там всякие справки, маски, прививки и так далее. А здесь просто открыли ворота и начали принимать людей. Буквально на второй или на третий день сказали, что не бросайте животных. Потому что люди начали бросать животных, убегая из городов, боясь, что их просто не пропустят на границе. И вот эти первые кадры, как появились... До сих пор трудно мне говорить. К животным, наверное, я больше симпатию испытываю, чем к некоторым людям. Эти кадры первые, когда появились несчастные собачки и котики, брошенные на перронах. А правительство польское сказало, что приезжайте с животными. И люди побежали. И вот первые дни это было что-то невообразимо ужасное, потому что никто к этому не был готов. Не было абсолютно никаких мест, где можно размещать беженцев. Места на границе, какие-то приграничные города были заполнены. Просто там были десятки, сотни тысяч людей. Люди приезжали на поездах. И поляки просто были шокированы тем, что околицы, вокзал центральный, он соединен с системой подземных переходов, с одним из торговых центров и с выходами разными в город. То есть там несколько сотен метров подземных переходов. Вот они все были забиты людьми. Это шокировало просто варшавян, потому что они никогда, они к такому не привыкли. То есть если, например, поехать в Западную Европу, там очень много беженцев с разных стран. И никого уже не удивишь тем, что люди где-то вот так вот прямо ночуют, лежа на коробках на полу в Брюсселе, в Берлине, в Париже, в Неаполе. Практически во всех столицах или крупных городах в Западной Европе такая картина уже стала обыденностью. А в Польше этого никогда не было. И поляки просто были шокированы. И люди шли и забирали к себе домой абсолютно незнакомых украинцев, просто чтобы женщины с детьми не спали на холодном полу. Пытались как-то коммуницировать. Где-то там, знаете, ну польский все-таки и русский, и украинский, это славянские языки. Это проще, чем с китайцем коммуницировать. А Путин же пошел освобождать восточные территории, потому что большая часть это были русскоязычные граждане. Поэтому вот так вот пытались коммуницировать. Кто-то на русском, кто-то на украинском с поляками, кто-то на английском. Но люди приходили и действительно просто забирали к себе домой. В то же время правительство, ну я считаю, просто сутками работало на то, чтобы как-то все это быстро решить. То есть создали на центральном стадионе лагерь для беженцев в Варшаве, куда поставили койки. Там был ковидный госпиталь, его обратно вернули, создали места, то есть разместили там беженцев. В первые недели более двух миллионов человек приехало в Польшу. А всего сколько беженцев было? Всего по итогу? Я, наверное, может быть сейчас неправильно сказал. Вот в общем было два миллиона, которые прошли через Польшу. Сколько первые недели было, не могу сказать. Но понятно, что именно первые недели было самое большое количество. Вот этот вот наплыв был в первые недели. Общей сложности, там была цифра, что два миллиона в Польшу приехало. Потом дальше некоторые поехали. Какая-то часть через несколько недель вернулась. Ну когда уже там кому-то что-то стало. Как-то понятно. Вернулись процентов, знаете, процентов может быть 20, наверное, вернулись. То есть незначительная часть процентов, опять же, может быть 20, 30 в общей сложности уехали дальше. То есть это Германия, это Италия, это Испания. Но большая часть беженцев Украины именно осела в Польше. Где-то там еще в Балтийских республиках, да. Но даже была статистика ООН буквально на днях опубликована. На первом месте по беженцам стоит Россия. Туда там 20 с чем-то миллиона убежало. Но мы не знаем, как они туда бежали. Или их там сразу с землями приняли, с захваченными. Действительно, наверное, какая-то часть выехала в Россию. Но на втором месте стоит Польша. То есть это страна Евросоюза. Европа самая первая в этом рейтинге, которая больше всего приняла беженцев из Украины. Была оказана, возможно, максимальная поддержка, какая только могла быть. И финансовая, и моральная. То есть весь город был увешан украинскими флагами. На госучреждениях висели украинские и польские флаги. Люди вывешивали у себя на балконах украинские флаги. Государство сделало разовую финансовую помощь. Небольшую, правда, там в размере 100 евро, даже чуть меньше. Но тем не менее. Плюс у нас есть такая программа. Каждый человек, живущий в Польше, который платит налоги, даже иностранец, работающий, он получает 500 злотых в месяц за одного ребенка. То есть если у тебя там 3 ребенка, получаешь 1500 злотых. 500 злотых это где-то, по-моему, 120 евро. Так вот, сразу всех поставили в эту программу. То есть независимо от... Понятно, что беженцы не работают, но как бы вы включили программу. То есть женщина, если приехала с двумя детьми, то ей сразу в эту программу включили. 1000 злотых она уже ежемесячно получает. Понятно, что большая часть, конечно, это были женщины, дети, пенсионеры. То есть мужчин-то практически и не было среди беженцев. А более того, здесь очень много украинцев работало на Uber и на стройках. И вот они в первые недели уехали в Украину. То есть большинство ребят поехало защищать родину. Здесь сейчас на Uber практически нет украинцев. Это грузины, это из Азербайджана, из Таджикистана приезжают, из арабских каких-то стран. Белорусы есть. Но вот украинцев практически сейчас не осталось. Мало, очень мало. Есть, остались украинцы, попадают иногда в криминальную хронику. Какие-то такие ребята, знаете, горячие, которые могли бы себя проявить где-то на фронте. Но в целом, конечно, большая часть уехала воевать. Картина была вот такая вот. А нет, вполне естественные для года жизни в такой ситуации психологической усталости у людей. У кого? У украинцев или у поляков? У поляков от нашествия беженцев. Есть, конечно. Она абсолютно объяснимая и логичная, эта усталость. Потому что восприятие войны у людей, которые не попали на эту войну, оно ведь совсем другое, чем у тех, которые попали. И постепенно оно сглаживается. То есть, если первые дни, недели здесь люди были просто поляки, я имею в виду в шоке от происходящего. И очень большой страх у многих был, что Путин и на Польшу пойдет. Потому что вот этот исторический страх перед Российской империей, которая с завидным постоянством нападает на Польшу, он до сих пор у многих сохранился. И поэтому были такие вот просто опасения, что не получится ли так, что завтра, например, сейчас Путин съест Украину и придет завтра к нам. Но постепенно как-то, знаете, жизнь налаживается. Уже нету беженцев на вокзалах, никто не спит, уже все пристроились. И тут пошел как бы какой-то немножко другой эффект. Потому что это ударило все, конечно, по кошелькам и по экономике очень сильно. Во-первых, сразу поднялась цена на арендное жилье. Она поднялась очень сильно. Она поднялась практически в два раза. И если человек платил за жилье, условно говоря, 2000 золотых, то сейчас он должен платить 4. Кому-то подняли цену. Здесь, конечно, очень сложно поднять цену, когда ты уже живешь давно по договору. Нужно либо разорвать с тобой договор и заключить новый. Но хозяева квартир, понимая, что можно заработать в два раза больше, находили какие-то ухищрения. Например, а кто-то же просто из польских граждан хотел снять жилье себе. И оказалось, что это теперь в два раза дороже. То есть понятно, что очень много государства потратило на эту помощь, о которой я говорил. В течение трех месяцев был проезд бесплатный для украинцев, медицинское обслуживание. Всех детей устроили в садике, в школы. Все это абсолютно бесплатно. Понятно, что за это платили польские налогоплательщики. Это тоже ударило в итоге по карману. И какая-то часть людей начала возмущаться. Типа, да сколько можно уже? Да хватит уже помогать. Давайте уж себе помогать. Но в принципе общий нарратив польский, общественный, он конечно такой, что помогать нужно. Мы понимаем прекрасно, что война должна быть закончена и Украина должна победить. То есть это позиция, на которой стоит абсолютное большинство. Да, здесь есть общественные силы, есть граждане, которые считают, что это не польская война. И не надо вообще в нее лезть, пусть сами разбираются. Есть те, кто считает, что украинцев не надо поддерживать. Вспоминают про Волынь, про что-то еще. Их очень мало. В основном это маргиналы. Есть те, кто поддерживает даже Россию, симпатизирует Россию. То есть Россия делает правильно. Это исторические земли, это империя и так далее. Я говорю, что это в принципе маргинальное настроение. Ни на официальной повестке польской политической. Ни в общественной. Нет никаких вопросов, которые бы угрожали сейчас украинской государственности, украинской целостности или украинскому обществу и народу. Вы предвосхитили мой вопрос о так называемых Путинферштейрах, понимающих Путина. Таких людей немало сейчас появилось в Германии и других европейских странах. Скажите, пожалуйста, нашим зрителям, что это за такое явление, чем оно вызвано? Вы сказали, что таких в Польше не очень много. Все-таки они есть. Вы знаете, я не знаю в Германии, кто эти люди. То есть здесь, наверное, разделить нужно на две категории. Либо мы говорим о местных, то есть о поляках. Либо мы говорим о тех, кто здесь. То есть в Германии, например, очень много русских, именно россиян, плюс русских других республик, которые там 25 лет живут в Германии. Да, многие из них в России никогда не жили, но они очень любят Россию благодаря российскому телевидению. Либо же мы говорим о немцах. Если мы говорим о немцах, тут я ничего не могу сказать. Именно о немцах, да. Именно о европейцах, что называется, этнических. Если мы говорим о поляках, но в принципе, вы знаете, еще раз говорю, это такие маргиналы. И маргиналы, большей частью, в общем-то, те, которых я не могу точно сказать, но это мои подозрения. То есть это какие-то обвинения и нет доказательств. Но это все-таки подозрения, что это какие-то организации, которых в какой-то мере, так или иначе, Россия может финансировать. Или они имеют с ними какие-то отношения. То есть через них Россия просто протаскивает, прокидывает свой нарратив, протаскивает свои интересы. Плюс есть какие-то политики, которые выступают просто за то, что даже не сколько знаете там за то, что Путин молодец. А за то, что в принципе нам в исторической перспективе с Россией ссориться не стоит и нельзя. Это достаточно был, не скажу, что распространенный тренд до 24 февраля, но он имел место. Сейчас после 24 февраля даже, в общем-то, те, кто публично это говорил, предпочитают помалкивать. Пока что вот они взяли паузу. Но буквально вот в ближайшее время готовится какой-то там антиукраинский митинг с какими-то ребятами, такими, знаете, мутноватыми. Которых тоже связывают с тем, что они какие-то отношения имеют с российскими структурами, которые хотят организовать митинг «Это не наша война». То есть то, о чем я говорю, то есть выступать за то, что хватит уже поддерживать украинцев, надо уже заботиться о себе, пусть они там сами разбираются. Мы не хотим туда лезть. Такие настроения тоже есть. Ну, давайте не будем забывать, что, в принципе, Польша имеет и границу с Россией через Калининградскую область. Да. А также с Белоруссией и с Украиной. Вот после пяти разделов Польши, первый из которых был в 1772 году, последний в 1939. И десенкразинникой к России, наверное, в крови у каждого поляка, особенно после 2010 года, то есть странной авиакатастрофы под Смоленском, куда летела польская делегация, где был президент Лев Кочинский, все военные командования, многие политики, общественные деятели известные, религиозные деятели. И они все погибли там. А скажите, пожалуйста, а насколько вот это чувство обострилось за последний год после начала агрессии? Вы знаете, оно очень сильно обострилось. Настолько, что я как-то разговаривал с одним своим другом, который здесь, он не этнический поляк, но он живет здесь уже 25 лет. В общем-то, абсолютно ассимилированный, он по-польски разговаривает лучше, чем русский. Польским владеет лучше, чем русским. Польшу считает своим домом. И он говорит, я вообще себе даже предположить не мог, насколько все-таки пронизана русофобскими настроениями определенная часть польского общества. И вот насколько сейчас это пытаются вытащить наверх. Даже недавно Андрей Дуда сказал, что он готов построить железный занавес до неба, лишь бы к нам не зашел русский мир. То есть иногда эмоциональные такие высказывания польских политиков говорят о том, что именно то, о чем вы говорите, очень сильно сработали эти триггеры все польские. И что с сегодняшней Россией путинской Польша вообще не видит никаких налаживаний отношений в ближайшей перспективе. Я разговаривал, делал интервью буквально несколько, пару недель назад с польским историком, который в Москве долгое время проработал. Достаточно хорошо по-русски говорит. У него есть друзья среди россиян. Ну, то есть человек, который, в общем-то, представляет не понаслышке, знает, что такое Россия. Представляете себе? Я ему задал этот вопрос. Говорю, вообще, как вы считаете, есть ли какие-то перспективы отношений между странами и какие-то отношения между народами? Он говорит, я считаю, что есть, конечно, но вот то же самое, что я сказал, что, во-первых, не в данный момент, а во-вторых, для этого сама Россия должна измениться. Потому что, ну, у Польши были и с Литвой исторические спорные моменты, а сейчас все хорошо, и балтийские страны, это там первые друзья и союзники Польши, мы видим в вопросах войны в Украине. И понятно точно так же, что и с Германией были очень напряженные времена, и Вторая мировая, и разделы Польши, которых вы упоминали в 18 веке, три разбора было, они также были с участием, ну, тогда еще Пруссии, Австро-Венгерской империи. Но, тем не менее, как мы видим, в общем-то, сейчас удалось этим странам найти какие-то точки соприкосновения, которые позволяют жить, вести диалог и чувствовать себя комфортно, не иметь границ, открытой границы, да, и не испытывать никакого дискомфорта. Поэтому здесь вопрос не в Польше, а здесь вопрос в России, что готова Россия сделать для того, чтобы с ней захотели как-то иметь какие-то отношения, а пока мы видим, что Россия ничего не хочет для этого делать. Ну, и, соответственно, это пугает поляков. То есть, вот этот настрой России, он реально выступает очень сильным триггером для польского общества. На вашем телеграм-канале Винявский я прочитал несколько постов, разоблачающих пророссийские фейки в отношении позиции Польши к войне России в Украине. Расскажите немножко подробнее об этих фейках. Вообще такой нарратив о том, что он появился несколько недель назад, он начал появляться в разных телеграм-каналах, в разных источниках. И суть этого нарратива такая, об этом, кстати, и Соловьев, по-моему, упоминал неоднократно, что Польша заинтересована в разделе Украины. Что Львовская область, которая до войны находилась в составе Польши, это вот тема поляков, и поляки хотели бы забрать себе ее, и даже Жириновский предлагал когда-то поделить Украину. И вот это вот муссируется в российской повестке, что поляки об этом задумываются. На самом деле никто об этом абсолютно не задумывается, и никаких там рассуждений ни на каком уровне на эту тему нет. Я даже не помню, чтобы кто-то из маргиналов каких-то, которые там поддерживают Россию и так далее, кто-то говорил, а давайте вернем себе вот эти земли. Ну, мне кажется, даже им в голову это не приходит. Но, тем не менее, российская пропаганда их муссирует. И появлялись такие фейки абсолютные, потому что вот один фейк, о котором вы говорите, был у меня описан, это был видеоролик. Это даже не просто фотография, это был видеоролик, что якобы в польском метро висит плакат, на котором написано «Запишись, танкисты, стань танкистом Леопарда, чтобы защищать настоящие польские земли в Украине». То есть нарратив, что «Езжай на танки, защити наши польские земли там». Речь идет, понятно, там о Львовской области, о западных территориях. Это абсолютный фейк, и удалось его разоблачить, потому что видео записано где-то примерно в 2017 году. Потому что рядом с этим плакатом на танке есть плакат рекламы книги. И презентация этой книги была в 2017 году. Понятно, что вряд ли бы в 2022 году кто-то начал рекламировать книгу с 2017 года в Варшавском метро. Это достаточно дорогое удовольствие реклама в Варшавском метро. Поэтому этот плакат был вмонтирован туда, в этот ролик. Были какие-то доказатели, что это фейк. Но, естественно, Белсад, например, сделал запрос и получил ответ от метро, что ничего подобного не было, никаких реклам. Получили ответ от Министерства обороны даже. Материал, потому что у нас на Белсаде проходил ответ от Министерства обороны, потому что таких плакатов абсолютно не было. И в повестке они даже такие не стоят, эти плакаты. Понятно, что все это фейк. Также был фейк распространенным польским одним активистом, который, кстати, вот я говорил, готовит митинг. Это, по-моему, Анджей. Анджей, кажется, его зовут Сыкульский или Лешик. Неважно. Который опубликовал у себя в Твиттере плакат. Не наша война. Написано, это не наша война. Картинки там украинская, польская. Написано, это не наша война. В действительности этот плакат... С московской улицы, с рекламой какой-то абсолютно там... Я не помню, что там. Двери пластиковые или что-то такое. В общем, абсолютно политичная реклама. В которой вот вмонтировали этот плакат. И выдали его за то, что этот баннер в Польше стоит. И надпись такая. Скоро такие баннеры будут по всей Польше. Законодательство, я думаю, что позволяет у нас такие плакаты повесить. И Польша в этом плане свободная страна. Вешать можно практически любые плакаты. Будут они висеть или нет, я не знаю. Но пока таких плакатов в действительности нет. А на кого вот рассчитаны эти фейки, если учесть ту самую Идиасенказию, о которой я говорил? Разве им кто-то верит? Кстати говоря, вчера программу записали очередную с Виктором Шандеровичем, которую я веду на Белсайте. Сегодня она у нас уже вышла на Ютубе. И мы с ним как раз на эту тему говорили. Я посмотрел. Да, я вот ему тоже задал этот вопрос. Потому что тоже искал ответ на этот вопрос. Ну, он, например, сказал, что... Он считает, что, например, это рассчитано на российских, прежде всего, пользователей, чтобы держать россиян в каком-то, условно говоря, тонусе, что идет война и не надо расслабляться. Если говорить, например, о кого это рассчитано в Польше, ну, во-первых, вот этот видеоролик, он все-таки был в российском пространстве. Я специально гуглил, его в польском пространстве не было. Он появился буквально на одном сайте. Кто-то вкинул его и написал, как думаете, фейк или нет. Его посмеяли в таком тоне, что, ну, чувак, ты задаешь такие вопросы, ну, естественно, фейк. Вообще ни у кого сомнений даже нет. И все. И дискуссия свернулась там на третьем вопросе. То есть это не попадает и не просачивается. На это не обращают просто внимания. Это не значит, что поляки не представляют, что происходит. Потому что польские медиа пишут обо всем, что происходит. И есть военные корреспонденты, которые находятся в Украине. И есть СМИ, которые переводят русскоязычные источники. У нас, например, в Белсад есть польскоязычная версия сайта Белсад, где ребята абсолютно тоже много выкладывают информации. Поэтому нельзя сказать, что поляки в каком-то неведении. Их можно абсолютно обдурить. Поэтому действительно на поляков это в общем-то как бы и особо не рассчитано. Если говорить о том плакате, который этот Сыкульский у себя опубликовал. Но тут вопроса два. Либо он сознательно вбросил этот фейк как привлечение для того, что они собираются проводить антиукраинскую кампанию скоро. Либо, может быть, он сам, собственно, и не знал, что это фейк. Но, скорее всего, все-таки знал прекрасно, что это фейк. И это вот именно такая промо, промоушен, реклама его кампании была. Но его же не преследуют за его взгляды, этого Лешика Сыкульского? Нет, не преследуют. И общественному порицанию его не подвергается? Ну, как сказать, что значит общественное порицание? Ну, кто-то за, кто-то против. Большая часть, конечно, против. Но я не видел, чтобы там поднимали, например, его вопрос где-то обсуждали в телевидении. Я же говорю, такие люди маргинальные. Он варится там в своем уютном твиттере где-то еще. Какой-то у них там ютуб-канальчик есть. Не особо, знаете, просматриваем. Нельзя сказать, что вот он записал там какой-то ролик, его там миллион посмотрело или там 500 тысяч. Нет, то есть это абсолютно очень низкий интерес ко всему этому. Привлекать внимание к нему, это дать ему больше рекламы. Поэтому, собственно, как бы и не поднимаются вопросы таких маргиналов. Может кто-то написать в прокуратуру, но прокуратура может проверить, насколько это законно. Там нет призывов к насилию, там нет призывов абсолютно ни к чему. Там просто информация, ну это не наша война. Ну окей, да, человек имеет право считать, что это не наша война. Имеет право провести какую-то акцию, на которую он выскажет мнение, что это не наша война. Ну хорошо. Игорь, финальный вопрос. Когда и чем закончится война? Что на этот счет говорят в Польше? Что на этот счет говорят в Польше? Если мы говорим об уровне правительственном, то, конечно, там прилагаются все усилия для того, чтобы война закончилась победой Украины. Как они себе это представляют, я не знаю. Но Польша поставляет танки. Например, она поставила леопарды, когда этот вопрос был еще спорный. И приняла решение поставить. Сказала, что мы отдадим леопарды, независимо от того, согласна там Германия или нет. Мы это сделаем. То есть в этих вопросах Польша очень кардинально настроена на то, чтобы всячески поддерживать Украину оружием, финансово, как она может это делать. Как видит, еще раз повторю, в польском правительстве победу Украины? Я не знаю. Мне кажется, сейчас вообще, наверное, никто не может ответить на этот вопрос. Видит это Зеленский так, что возврат всех территорий. Насколько это реально сейчас в сложившейся ситуации, говорить, наверное, никто не возьмется. Что касается общества, здесь, наверное, большинство тоже, конечно, ну, как я уже сказал, нарратив общего война должна закончиться победой Украины, но как она закончится, никто не знает. Это вопрос все задают сейчас друг другу. Это вопрос, который до сих пор актуальный в каких-то разговорах и дискуссиях. Особенно, знаете, мне, например, там польские мои знакомые задают этот вопрос часто, потому что они понимают, что я больше в этом пространстве нахожусь в информационном, большими источниками информации обладаю, чем они. И постоянно сейчас для них это важный вопрос. Типа, ну что, как думаешь? То есть это вот один из главных вопросов, когда с кем-то встречаешься, чтобы поговорить. То есть поляки живут в этом информационном пространстве, войны задают себе этот вопрос, но пока что не находят на него ответа, хотя, ну, тоже понимают, что война должна закончиться победой Украины. Но как эта победа будет выделить? Очень сложный вопрос. Игорь, спасибо вам большое за интересное интервью. Я думаю, мы еще не раз увидимся. И в реале тоже один вам. Спасибо большое. С нами был польский журналист Игорь Винявский, ведущий программы «Вот так» на информационной платформе «Белсад». Подписывайтесь на его телеграм-канал «Винявский». На мониторе вы увидите титр, а в описании к этому ролику найдете ссылку на него. Рекомендую. Я читаю ежедневно его. Не забывайте канал «Гиперболей», который недавно переварил отметку в 250 тысяч подписчиков. Нажимайте на колокольчик, будете гарантированно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, делитесь ссылками на это видео, о своих социальных сетях, чатах, пабликах, мессенджерах и группах, и где угодно. И всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за донаты, которые вы присылаете, которые помогают нам выходить в ежедневном режиме столько времени. Коп-коп, рахмет. Огромное всем спасибо. Безбергамерз, мы делаем гиперболей вместе. Донаты отправить очень легко на номер телефона, на номера банковских карт Халлик и Каспи Голд, на Каспи Пэй. Перед вами на экране QR-код. Ставьте на паузу и сканируйте этот QR-код с помощью мобильного приложения Каспи. А зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе международных переводов PayPal. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Салбонус дар! А ну давай, давай, скорей Оцени новый выпуск на гиперболей Грей, 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 гиперболей Грей, грей, грей Это супер!